Всем привет! В эфире универновости, а в студии Карина Саяхова. 19 апреля заслуженному профессору Казанского федерального университета, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, широко известному за рубежом специалисту в области теоретической физики, доктору физико-математических наук Борису Кочелаеву исполнилось 90 лет. В честь этого в Институте физики Казанского федерального университета состоялся концерт, посвященный великому ученому нашего времени. Праздничное мероприятие прошло в формате вечера любимых песен и романсов. Подробнее о мероприятии смотрите в одном из наших следующих выпусков. Вот и подошел к концу 10-й международный симпозиум по супрамолекулярной химии, который стартовал 15-го и продлился до 19 апреля. Организаторами выступили Казанский федеральный университет, Казанский научный центр Российской Академии наук, Институт органической и физической химии имени Арбузова и Общероссийская общественная организация Российское химическое общество имени Менделеева. Программа конференции включала в себя пленарные, ключевые и устные доклады и флеш-презентации молодых ученых. В рамках симпозиума ученые смогли обсудить различные аспекты супрамолекулярной химии, координационной химии, нанотехнологии и современного материаловедения. В завершении симпозиума прошло награждение участников, им вручили дипломы и памятные подарки. В Казанском федеральном университете в рамках научно-популярного проекта «Про науков КФУ» состоялся первый в истории вуза научный стендап. Семь молодых ученых представили свои достижения со сцены молодежного пространства, доступно оригинально и с юмором. Научный стендап – это новый формат состязания экспертов в разных областях, призванный упростить понимание серьезных научных результатов. Организатор проекта – Департамент по информационной политике КФУ. Мероприятие прошло при содействии Ассоциации молодых ученых. Открывающую серию мероприятий стендап посетил первый проректор, проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский, а за микрофон встали семь молодых ученых вуза. После каждого выступления зрители могли оценить лекторы по пятибальной шкале. В конце мая будут подведены итоги онлайн-голосования, в котором примет участие аудитория социальной сети ВКонтакте. Профессия юриста сегодня, как и 200 лет назад, требует от студентов симбиоза теории и практики. И одним из важнейших инструментов, способствующих достижению этой цели, является мероприятие, зародившееся на юридическом факультете Казанского федерального университета. О том, как прошел юбилейный студенческий судебный модельный процесс в всероссийские судебные дебаты, расскажет моя коллега. 19 апреля на юридическом факультете Казанского федерального университета состоялось юбилейное открытие 20-х всероссийских судебных дебатов. Модельный процесс представляет собой сателлитное мероприятие экосистемы Казанского международного юридического форума. Это ежегодное соревнование по судебному красноречию среди студентов юридических вузов России. Ключевой целью дебатов является развитие навыков публичных выступлений, логического мышления, правовой аргументации, командной работы у будущих юристов и выявление у студентов знаний и практических навыков, используемых в профессиональной деятельности. Мероприятие проводится в формате имитационного судебного процесса, где команды представляют стороны обвинения и защиты по заранее подготовленному кейсу. Участники должны продемонстрировать свои знания, умение строить юридические аргументы, опровергать доводы оппонентов и убедить аудиторию в своей правоте. История всероссийских судебных дебатов, она достаточно на самом деле длинная для проекта, который инициирован был студентами, студенческим научным обществом юридического факультета. И тогда, 20 лет назад, конечно же, мы не думали, что он станет таким грандиозным, этот проект, поскольку он предполагает участие реально действующих судей, которые, собственно, выступают в качестве арбитров, жюри. И фабула дела, она также реальна. Всероссийские судебные дебаты играют важную роль в подготовке будущих юристов, предоставляя им уникальную возможность развить свои навыки в области судебного дела и правовой аргументации. Помимо этого, они также способствуют повышению престижа юридического образования в России и укреплению связи между юридическими вузами страны. В модельном процессе ежегодно участвуют студенты ведущих юридических высших учебных заведений Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Калининграда, Саратова, Екатеринбурга и других городов России. В качестве членов жюри выступают представители судебной системы, работники прокуратуры, практикующие юристы и ученые. Будет оцениваться, безусловно, владение юридической терминологией, владение законодательством, будет оцениваться убедительность при выступлении команд, способность говорить публично, обращаться к членам жюри и к публике, разумеется. План судебных дебатов обширен. Мероприятие разделено на два дня, в ходе которых для участников будут проводиться мастер-классы, лекции и интеллектуальные бои. Второй день мероприятий предполагает проведение симуляционного судебного заседания. 20 апреля будут подведены итоги всероссийских судебных дебатов. По словам конкурсантов, участие в подобных мероприятиях обязательно для всех, кто планирует работать по своей специальности. Это замечательный опыт. Попробуй себя в чем-то новом, познакомиться с участниками из других городов, показать себя действующим судьям и юристам, проверить свои знания на практике, потому что сюда приходят уже люди, которые близки к завершению обучения в университете. Это наша проверка своих знаний и профессиональных навыков. Что мы себе представляем как юристы? Вот поэтому я и решил принять участие в дебатах. И я надеюсь, что это будет крайне продуктивный и полезный опыт для всех участников всероссийских судебных дебатов и для меня в частности. Всероссийские судебные дебаты проходят по двум направлениям. Гражданское судопроизводство и уголовное судопроизводство. 2024 год стал юбилейным для студенческого судебного модульного процесса. Университетская клиника Казанского федерального университета стала победителем конкурса «Лучшая медицинская организация акушерско-гинекологического профиля Приволжского федерального округа» по версии Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины. Дипломы вручили в рамках проведения 9-го общероссийского конгресса «Репродуктивный потенциал России. Казанские чтения». О работе акушерско-гинекологического профиля мы расскажем прямо сейчас. Униклиника Казанского федерального университета Диплом получил заведующий Алексей Миролюбов. Показатели нашей общей работы, естественно, это и количество пролеченных больных, и категорийность оперативных вмешательств, естественно, какие-то сложные случаи тоже учитывались, учитывались высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая отделениями. То есть все по нашей работе в основном статистические данные, которые говорят о том, как мы работаем ежедневно и в итоге, какие результаты у нас получаются за год. Работа акушерско-гинекологического профиля униклиники строится по принципу одного окна. Пациентка, попав на прием к врачу-гинекологу, может получить всю необходимую помощь. В медучреждении оказываются все виды плановой гинекологической помощи. Проводятся оперативные вмешательства как лапароскопическим, так и открытым доступом. Большое внимание уделяется органосохраняющим методикам. Каждая женщина, которая хочет наблюдаться и лечиться в условиях нашего объединения, может встать на учет женскую консультацию. Это первое звено, с которым вообще сталкивается женщина, когда она задумывается, скажем так, о визите к гинекологу. И вот когда приходят люди к тому, что да, надо пойти к гинекологу, они приходят к нам в женскую консультацию. Встают на учет, наблюдаются врачом, возникает проблема, обращаются в гинекологическое отделение. Наступает беременность, наблюдаются по беременности в женской консультации, доходят до родов, родоразрешение происходит в стенах родильного дома. Уникальность работы гинекологического отделения униклиники КФУ заключается в первую очередь в том, что специалисты стараются сохранить репродуктивное здоровье женщины. К сожалению, на сегодняшний день женщины абсолютно разных возрастов все чаще страдают миомой матки. Если это, можно так выразиться, фишка, мы давно об этом говорим, и все, в общем-то, об этом знают, и по республике Татарстан, и за ее пределами, это эмболизация маточных артерий. То есть в этом году исполняется 20 лет этому методу, как мы начали практиковать его в структуре оказания помощи гинекологическим больным. И эмболизация у нас достигла на сегодняшний момент, в общем-то, самых лучших показателей вообще, показания это уже совершенно точно, но и в близлежащих регионах. Потому что самое большое количество этих операций проводится в стенах нашей клиники. И нозология, по которой мы проводим сейчас этот вид, применяем этот вид помощи, уже ширится и ширится. Также в униклинике реализуется программа по онкофертильности, которая помогает онкобольным пациентам стать родителями. В клинике функционирует женская консультация и акушерский стационар униклиники. Последний рассчитан на 50 койко-мест, 15 для беременных и 35 для тех, кто уже родил. Специалисты принимают порядка 2000 родов в год. В этом году действительно мы первый раз отправили на конкурс заявку. Ну и вот по итогам рассмотрели, вчера нам вручили очень приятный диплом о том, что мы являемся лучшим акушерским стационаром именно второго уровня в Павловском федеральном округе. Все, что должно на данный момент иметься в роддоме, должно быть, все это дело есть. Есть комфортная палата для пребывания совместного матери и ребенка после родов, да, палата мать и детей. Традиционно трудом славился тем, что там была семейная практически домашняя обстановка, ну и небольшие размеры дома, да, камерная обстановка тоже очень приятная для беременных и ржевиц. Ну и вот, собственно, теперь наша задача удержать это серьезное звание и дальше рассчитывать на хорошую работу без осложнений. Отметим, что отделения укомплектованы квалифицированным штатом. Они находятся в составе многопрофильной больницы, имеется тесная связь с хирургическим отделением и опыт совместного проведения с хирургами симультантных операций. Университетская клиника работает в системе госгарантий. Согласно программе ОМС, все оперативные вмешательства проводятся на бесплатной основе. Врачи гинекологического и акушерского отделений разрабатывают индивидуальную программу лечения, обеспечивая преемственность на всех этапах. Елизавета Газизянова, Карина Саяхова, Аделя Файзулина, Универ Новости. Девятнадцатого апреля в Институте международных отношений прошел круглый столб вопросам культуры Индонезии, сотрудничества между странами обучения иностранных граждан в Казанском университете. О взаимоотношениях России с Индонезией и образовательной программе узнаете в нашем сюжете. На встрече присутствовали первые лица университета – студенты, изучающие индонезийский язык и те, кто только планирует начать его осваивать. Также были учащиеся из Индонезии, которые выступали с докладами о культуре их родины, рассказали о традициях и особенностях страны, а также об ассоциации индонезийских студентов в России. Круглый стол начался с приветственной речи про ректора по внешним связям вуза Тимирхана Алишева. Он рассказал о дружеских отношениях Казанского федерального с Индонезией и их посольством, о том, как важно привлекать иностранных студентов и знакомить их с нашей культурой. В конце встречи для студентов был проведен небольшой мастер-класс по индонезийскому языку. Спикером стал единственный преподаватель в вузе по индонезийскому языку Рамиль Юзу Мухаметов. Эти дни культуры, они в первую очередь сплочают тех студентов, которые обучаются здесь, и тех студентов, которые изучают эту культуру, этот язык. И буквально несколько лет назад, когда мы только-только делали первые шаги по преподаванию индонезийского языка, оказалось бы, мы очень сомневались, правильно ли, неправильно, нужно ли, не нужно. Но сегодня мы понимаем, что это был действительно правильный шаг, и эти наши первые шаги сегодня выросли вот в такой большой дружный клуб, клуб российско-индонезийских студентов, которые помогают изучать культуру друг друга, которые в будущем, я думаю, будут развивать не только вот эти дружеские отношения, но и международные отношения между нашими странами. С 19 века Казань была центром в Востоковедине, где изучались многие восточные языки. Около четверти всех индонезийских студентов России получают высшее образование именно в Казанском федеральном. Университет выпустил две академические группы с экономическими и филологическими клонами. Такое сотрудничество между странами очень помогает в развитии и познавании культур таких разных, но в то же время близких государств. Студенты с большим энтузиазмом рассказывают про свою страну, про свои интересы, мечты и желания. Они очень уважают свою страну и хотят, чтобы все больше людей интересовалось их культурой. Индонезийские студенты являются получателями стипендий правительства России, Гослиния, через Министерство образования и науки Республики Татарстан. Самыми популярными стипендиями стали открытые двери и русский дом. Казанский университет уделяет внимание всем международному сотрудничеству, взаимодействию всем дружественным в России странам. И действительно Индонезия является одной из тех стран, которые показывают дружественное расположение и дружественное отношение по отношению к Российской Федерации. Индонезия действительно одна из самых больших стран, одна самая большая мусульманская страна в мире. 270 миллионов населения, население растет. Это демократическая страна, которая активно развивается. Совершенно недавние были выборы в этом году, которые замечательно прошли. Мы работаем с Индонезией, с индонезийскими университетами, привлекаем ребят, студентов, в том числе, которые приезжают в Россию и выбирают Казанский университет для обучения. Круглый стол стал отличной возможностью для участников познакомиться с новыми аспектами культуры и традиций Индонезии, а также обсудить перспективы сотрудничества между странами в сфере образования и культуры. В дальнейшем планируется ряд подобных встреч, а также торжественных мероприятий. Егор Панкратов, Резида Каримова, Николай Осуховский, Универ Новости. 18 апреля стартовал 4-й фестиваль популяризации науки «Милмак Сайенс Казан», академическим партнером которого является Казанский федеральный университет. Уже второй день в программе мероприятия научно-популярные лекции, дискуссии, мастер-классы и научные шоу. Фестиваль продлится до 21 апреля. С подробной информацией можно ознакомиться в телеграм-канале «Милмакс Продакшн». Обязательно посмотрите, ведь там вы найдете то, о чем раньше даже не могли подумать. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!